Светлые образы жизни сподвижников добудет довольны им всеми Аллах. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Васабикунал авалуна минал мухачирина вал ансари вал ладзина табаухум би иссан Радуя Аллаху анхуму радуу анх Аллах доволен первыми из мухачиров и ансаров, которые опередили остальных и теми, которые последовали строго за ними. Они также довольны Аллахом. Он приготовил для них райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это великое преуспеяние». Сура покаяния, аят 100. «Я свидетельствую, что не божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого неца товарища, и свидетельствую, что наш господин пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах пророка Мухаммада и его семейства, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня». А затем. «Поистине, Всевышний Аллах избирал своих посланников и пророков, мир им всем, среди своих творений». В священном корене говорится, «Аллаху ястофи иминал малайкати русулям ва минал нас. Инна Аллаха сами'ум басир». «Аллах избирает среди ангелов и людей посланников». «Воистину, Аллах слышащий, видящий». Сура хадж, аят 75. «Причем всемогущий выбрать для своих посланников тех лиц, которые будут помогать им передать послание своего Господа. Аллах слава ему величия, и выбрать для своего пророка, мир ему благословение, чистых людей и хороших сподвижников, которые уверовали в него, почитали его, оказали ему поддержку и последовали за неспосланным вместе с ним светом». Ибн Масад, да будет доволен им, Аллах сказал. Всевышний Аллах посмотрел на сердца рабов, потом выбрал Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, отправил его с посланничеством и избрал его на основе своего знания. Затем посмотрел на сердца остальных людей после него и выбрал для него сподвижников, сделав их сторонниками его религии, и наместниками пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Так, что мусульмане видят благим, то являются благим перед Аллахом, а что мусульмане, видя порицаемым, то являются порицаемым перед Аллахом. Сподвижники, да будет довольны ими всеми Аллах, обладали среди других людей самой искренней верой, самым великим знанием и самым точным пониманием, а также совершали наилучшие дела и несли знамя религии по всему миру, мудростью и добрым увешиванием. Вот почему они сумели сообщить послание Аллаха наилучшим образом и заслужили быть рабами, избранными Богом всемогущим, пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Аллах всемогущ, он и велик, изрек, «Кулиль хамду лиллахи, ва саламу аля аибадихи ладзин аустафа», «Скажи хвала Аллаху и мир его рабам, которых он избрал». Сура Мурави, аят 59. Передается от Ибн Аббаса, «Да будет доволен им Аллах». Это сподвижники Мухаммада, «Да благословит его Аллах и приветствует, и да будет доволен ими всеми». Ведь они подчеркнули метод ислама из его чистого источника и не отходили от его прямого пути. Жизнь сподвижников до жизни сподвижников была наполнена множеством светлых образов, которые воплотили практическое применение истинного ислама, в том числе милосердие, которое пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха им привил. Как-то раз Ауяйнат Абн Хессн увидел, как Ауяйнат Абн Хессн поцеловал одного из своих сыновей, посадив его на колени. Тогда Ауяйнауи сказался, «Целуешь ли ты, будучи повелителем правоверных? Если бы я был повелителем правоверных, то ни разу не поцеловал бы кого-либо из своих сыновей». В ответе ему, Омар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал, «В чем же моя вина, если ты не видишь, и что Аллах лишил твоего сердца милосердия? Аллах помилует только милосердных из-за числа рабов своих». В этой ситуации, Омар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, взял пример у посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Ведь однажды, когда пророк, мир ему и благословение Аллаха, поцеловал Алхасан ибн Али в присутствии Аллахра ибн Хабиса, Аллахра и сказал, «Поистине, у меня есть десять сыновей, но я ни разу не поцеловал никого из них». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посмотрел на него и сказал, «Не буди помилован тот, кто сам не проявляет милосердия к другим». Сподвижники пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, были примерами для подражания в отношении прощения и терпимости. К наилучшим образом и наивищим степеням прощения и терпимости относится то, когда Абу Бакра Сыдык простил Мистаха Абна Уфаса, который был одним из клеветников. Он приходился родственникам Абу Бакру и был бедняком, переселившимся на пути Аллаха. Когда же он принялся наговаривать на Айшу, да будет доволен ей Аллах, Абу Бакр поклялся, что никогда не будет давать ему милостыню. Однако Аллах не спасла следующий аят. И пусть щедрые и обладающие достатком среди вас не клянутся, что не будут оказывать помощь родственникам беднякам и покинувшим свой дом для борьбы на пути Аллаха. Пусть они прощают и извиняют их. Разве вы не хотите, чтобы Аллах простил вас? Аллах, прощающий милосердный. Сурасвет, аят 22. Услышав этот аят, Абу Бакр воскликнул, Да, клянусь Аллахом, я хочу, чтобы Аллах простил меня. Так он решил и впредь раздавать пожертвования Мистаху. Одним из светлых образов жизни сподвижников пророка Мухаммада является высокий энтузиазм и сильная конкуренция в совершении добрых дел. Пасанник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Когда вы просите у Аллаха, то просите у Аллаха Альфердаус. Воистину, он посередине рая, самое высшее место в раю, и над ним труб милостивого, и из него разливаются реки рая. Вот почему сподвижник пророка Мухаммада, да благословите его Аллах и приветствует, и да будет доволен ими всеми, всегда стремились искать превосходства во всем». Сообщается, что Амар ибнер Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил, «Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, повели нам раздавать милостыню. В тот момент у меня было кое-какое имущество. Я подумал, если я обойду Абу Бакра, то обойду сегодня». Я принес для милостыни половину своего имущества, а посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, спросил, «Что ты оставил в своей семье?» Я ответил, «То же самое». Следом за этим Абу Бакр принес все свое имущество. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал ему, «Что ты оставил в своей семье?» На что тот, да будет доволен им Аллах, ответил, «Я оставил для них Аллаха и его посланника». И тогда я сказал, «Я никогда ни в чем не обойду тебя». Кроме этого, сообщается, что заслуженный сподвижник Каабе Алиаслеми, да будет доволен им, Аллах сказал, «Обычно я проводил мочи у двери дома посланника Аллаха, да благословите его Аллах, и приветствует, принося ему воду для омовения и прочие необходимые вещи. И однажды он сказал мне, попроси меня о чем-нибудь. Я воскликнул, «Я прошу тебя о том, чтобы не расставаться с тобой в раю». Пророк спросил, «Может быть, ты хочешь чего-нибудь иного?» Я сказал, «Нет, именно этого». Тогда он сказал, «В таком случае помогай мне в борьбе против твоей души, совершая множество земных поклонов». Одними из светлых образов жизни сподвижников пророка Мухаммада и влияются альтруизм и скромность. Так, ансари показали лучшие примеры альтруизма. Сообщество, что Абу Харай, да будет доволен им, Аллах сказал, «Однажды к пророку, да благословите его Аллах и приветствуй, пришел какой-то человек, сказавший ему поистине, я измерен». Услышав это, посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, послал к одной из своих жен, но она сказала, «Клянусь тем, кто послал тебя с истиной, у меня нет ничего, кроме воды». Тогда он послал к другой жене, но и она сказала нечто подобное. И в конце концов он обошел всех своих жен, но все они говорили то же самое, «Не клянусь тем, кто послал тебя с истиной, у меня нет ничего, кроме воды». Тогда пророк, да благословите его Аллах и приветствует, спросил, «Кто примет этого человека у себя сегодня ночью?» Один из ансаров откликнулся, «Я, а посланник Аллаха», после чего он увел его к себе домой и сказал своей жене, «Окажи под счет гостю посланника Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, есть ли у тебя что-нибудь?» Она ответила, «Нет, ничего, кроме еды для моих детей». Он сказал, «Займи их чем-нибудь, если же они захотят поужинать, уложи их спать, а когда наш гост войдет в потуши святильник и делал вид, что мы тоже едим». А потом они сели на свои места, гост поел, а они легли спать голодными. И когда наутро хозяин дома пришел к пророку, да благословите его Аллах и приветствует, пророк сказал, «Аллах подивился тому, как вы поступили с вашим гостем этой ночью», после чего Аллах не спаслал аят, где говорится, «Ой, уфируна аля амфусихим уэля укайна бихим хасаса», они признают за другими предпочтительное право, если дальше сами находятся в стесненном положении. Сурасобрание, аят 9. «В замечательной ситуации, которая сочетает в себе алтруизм ансаров, да будет доволен ими всеми Аллах, и скромность мухачжеров, да будет доволен ими всеми Аллах, наш господин Саад ибн Аррабиа, пусть Аллах будет доволен им, предлагает нашему господину Абдурахман ибн Ауфу, пусть Аллах будет доволен им, взяв половину его имущества. Но Абдурахман ибн Ауф в знак крайней скромности отказался и сказал «Укажи мне на ваш рынок». И Абдурахман ибн Ауф начал торговлю, усердно работал, пока он не стал одним из самых богатых людей в Медине. Одним из светлых образов жизни сподвижников пророка Мухаммада является возвращение к истинности, ведь сподвижники, да будет доволен ими всеми Аллах, были в Москву не придерживаться истинности и не считают для себя зазорным возвращение к ней. Сообщается, что Абу Масуд Аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, сказал «Как-то раз, избивая своего неволнника, я услышал позади себя голос, знай, Абу Масуд, что поистине Аллах может сделать с тобой больше, чем ты с ним». И когда я повернулся, оказалось, что это был посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует. И тогда я сказал, а посланник Аллаха, он свободен ради лика Аллаха. Что же касается пророка, да благословите его Аллах и приветствует, то он воскликнул «Поистине, не сделайте этого, тебя обязательно опалил бы огонь или коснулся бы огонь». Мы можем говорить и о выполнении завета. Ведь пророк, да благословите его Аллах и приветствует, привел своим сподвижникам ценность выполнения завета и призвал их соблюдать его. Рассказывается, что Муауи Абн-Абисуфян, да будет доволен им Аллах, заключил с римлянами договор. А в один день Муауи Абн-Абисуфян стремился приблизиться к их границам, чтобы напасть на них сразу же после окончания действия данного договора. Однако один из сподвижников пророка, мир ему благословение Аллаха, очень быстро пробежал за ним, говоря, «Аллах Велик! Аллах Велик! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Соблюдайте договор и отказывайтесь от предательства». Тогда оказалось, что это Амрубн-Абаса, да будет доволен им Аллах, который передал пророка благословите его Аллах и приветствует, сказал, если кто-то заключил договор с какой-либо общиной, то ему стоит не затянуть или развязать узел в одностороннем порядке, иначе открыто расторгнут договор с ней. После чего Муауя Абнаби Суфьян, да будет доволен им Аллах, отступился. Вот что я хотел бы сказать, я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печатей всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто поседовал за ним вплоть до Судного дня. А мои братья в исламе, сподвижники пророка Мухаммада, да благословите его, да будет доволен им всеми Аллах, показали хорошие примеры восстановления мирской жизни с помощью религии. Ведь у каждого из них была своя работа, в которой он достиг совершенства. Среди них были торговцы, лидеры, ученые и так далее. Посланник Аллаха, да благословите его, Аллах и приветствует, сказал, самым милосердным в моей уме, по отношению к моей уме, является Абубак. И самый строгий из них в религии Аллаха Умар, самый стеснительный из них Утман. Лучшим судьей из них является Али ибн Абиталиб. Лучшим чтецом книги Аллаха является среди них Убай ибн Ка. Лучше всех запретно и дозволенно и знает среди них Муад ибн Джаббаль. Лучше всех вопросов и наследия знает Зайд ибн Саббит. И поистине у каждой общины был свой доверен человек. Амин. А доверенным этой общине является Абу Аббайдет Абниль-Жаррах. Труды сподвижников, да будет довольны ими всеми Аллах, принесли хорошие плоды. Опасанник Аллаха, мир ему благословение, ободрял их и отмечал им лучшие дела, которые они умело совершали в знак почитания им и их работе. В качестве примера можно привести историю Уфмана, которая произошла перед походом на Табу. Передается, когда пророк мир ему благословение Аллаха снаряжал армию тягат, Уфман принес ему тысячу динаров и высыпал их ему на колени. Тогда пророк мир ему благословение Аллах сказал, не навредит Уфману то, что он совершил после этого дня. Можно говорить и о строгом наблюдении за дозволенным и проявлении богобоязненности по отношению ко всем вопросам. В качестве примера можно привести историю Джарри Рабна Абдуллах, да будет довольны им Аллах. Однажды он послал слугу купить для него лошадь. Слуга нашел человека, который продавал лошадь за 300 дирхамов и пришел обратно вместе с продавцом к хозяину, чтобы тот оплатил покупку. Джарри Рабна Абдуллах посмотрел на лошадь и понял, что владельцы оценили ее слишком дешево. «Ты не продашь ее мне за 400 дирхамов?» спросил он. Продавец согласился. А как нашел 500, так он продолжал этот необычный торг и, наконец, купил лошадь за 800 дирхамов. Позже его спросили, зачем ты это сделал? Продавец не знал подлинной цены этой лошади, объяснил он. Я просто заплатил за нее справедливую цену, потому что я обещал нашему пророку, мир ему благословение Аллаха, быть всегда искренним и желать добра каждому мусульманину. Каждый из подвижников хорошо знал свои обязанности и не превысил свои права. Во время правления халифа Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, Амар ибнер-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, был назначен судьей. Однако, поработав целый год, судья подал халифу прощение об отставке. Удивленный Абу-Бакр спросил Амара, «Неужели ты просишь отставку из-за сложности работы?» «Нет», — ответил Амар, «Я убежден, что моя работа не имеет смысла в среде верующих, ибо каждый из них знает свои права и не требует свыше этого. Всякий знает и свои обязанности и не нарушает их. Все они желают друг другу того же, чего желают самим себе. Когда кто-либо из них отсутствует, то они ищут его. А если кто-либо заболевает, они навещают его. Когда кто-либо из них бедствует, ему помогают. А если кто нуждается в чем-либо, они всегда оказывают ему содействие. А когда кого-либо постигает несчастье, то они утешают его. Их религия наставления, их нрав — это призыв к доброму и удерживание от дурного. В чем же они будут вести между собой тяжбу? Как же нам нужно вернуться к хорошим моральным образцам праведных сподвижников посланника Аллаха им. благословения, придерживаться их этики и показать правильный образ религии ислама, который является религией милости, терпимости, человеченности и мира для всех людей? О, Аллах! А береги для нас, нашу страну, наш народ, нашу армию и полицию. О, Аллах! Надели Египет и всей стране мира благоденствием и просветанием. Субтитры создавал DimaTorzok,